Пока в Украине только собираются начать рассмотрение новой космической программы в парламенте и надеются на создание собственной группировки спутников в РФ она уже давно создана и постоянно совершенствуется. Орбитальная группировка РФ на сегодня состоит из более 160 космических аппаратов и развернута в полном составе. При этом, она активно переоснащается на новые космические аппараты с увеличенным сроком активного существования. Эта орбитальная группировка состоит из космических аппаратов связи, навигации, топогеодезического и метеорологического назначения, дистанционного зондирования Земли и мониторинга состояния на ее поверхности, научного и социально-экономического назначения. В свою очередь, недавно правительство Украины одобрило проект национальной космической программы, который подготовил Минстротекпром совместно с Государственным космическим агентством Украины. Важно, чтобы новый закон принял украинский парламент, чтобы была возможность обеспечить финансирование программы по бюджету 2022 года. Также Украина в конце этого года планирует запустить на орбиту первый спутник дистанционного зондирования СИЧ-230, который имеет сравнительно небольшие способности, учитывая возможность наблюдения и идентификации целей в военной сфере. Собственно, его назначение – это научное наблюдение. В то же время, в новой космической программе заложено финансирование разработки гораздо более мощных спутников. Но работа по их созданию начнется только после выделения необходимого финансирования, которое опять же будет возможным после принятия закона Верховной Радой. Напомним, проект новой программы предусматривает, по предварительным планам, создание и вывод на орбиту до 2025 года украинской группировки из семи спутников дистанционного зондирования Земли. Это позволит, кроме помощи в решении вопросов экономической безопасности, использованию ископаемых и других природных ресурсов, предотвращению или раннему выявлению различных катастроф, при необходимости использовать эти космические аппараты и в сфере безопасности и обороны нашей страны. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.